Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где на ежедневной основе мы публикуем и постим конкретные торговые рекомендации по всему спектру финансовых инструментов. Кстати говоря, открыты к предложениям. Каждый пост можно комментировать. Если есть особая потребность у вас увидеть анализ по какой-нибудь другой валютной паре либо актива, обязательно пишите. Мы с большим удовольствием пойдем вам навстречу, друзья. Ну что, давайте к экономическому календарю. Сегодня уже день будет живее, чем вчерашний. И не хочется, конечно же, накаркать, потому что я думал, что все-таки и вчерашний день после длинных выходных из-за дня благодарения будет более волатильным. Но в итоге по уровням, которые мы видим сейчас, по сути, то же самое, что было во время моего прошлого брифинга. Сегодня в 12.00 по московскому времени будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне. Показатели очень важны, как и везде, потому что инфляция – это барометр настроения регулятора относительно текущих мер экономического стимулирования. И если по ряду центральных банков мы практически не сомневаемся и знаем, как и что будет делаться и предприниматься, то в отношении некоторых есть еще сомнения. И это как раз Федрезерв и Европейский Центральный Банк. Согласно прогнозам, базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на продовольственные товары и энергоносители, покажет снижение, друзья, с 2 до 1,9. Основной индекс потребительских цен также ожидается спад с 4,1 до 3,7%. Как эти данные можно использовать? На самом деле, если бы индекс потребительских цен по ожиданиям стремился бы к новым максимумам, то точно бы нашлись у этой статистики сторонники идеи того, что более высокая инфляция может все-таки сломить мышление Европейского Центрального Банка и заставить его также подключиться к гонке, которая направлена на постепенное ужесточение монетарной политики, что, по идее, должно было оказать поддержку к курсу валюты, которая стоит за Европейским Центральным Банком и за еврозоны. То есть, оказать поддержку европейской валюте. Но если ожидания экспертов оправдаются, и мы увидим сегодня цифры, которые будут ниже, чем месяца назад, это значит, что давление на Европейский Центральный Банк ослабнет. И не будет причин сейчас принимать какие-то сверхпроактивные решения, которые направлены на сокращение экономических стимулов, и не будет причин для роста европейской валюты. Я долгое время уже рекомендую вам смотреть на евро только с точки зрения продаж, тем более сейчас эта идея крайне актуальна из-за ситуации с новым штаммом коронавируса Микрон, который представляет серьезную угрозу. Это не только предположение тех, кто сторонник каких-то заговоров или нет, это подтвержденный факт Всемирной Организации Здравоохранения. И сейчас, опять же, на вчерашнем вебинаре я рассказывал много о том, что стоит ожидать в связи с выявлением нового штамма, как все это отразится на мировой экономике. Но я думаю, вы все прекрасно помните 2020 год, когда все так же и начиналось. Впоследствии мировая экономика оказалась под колпаком именно серьезных ограничений и локдаунов. Конечно же, из-за кампании по вакцинации не стоит ожидать, что будет то же самое, что в 2020 году. И я думаю, что даже при самом негативном развитии событий мы не увидим таких тотальных ограничений. Но какие-то ограничения последуют, и они априори должны быть негативными для европейской валюты. Потому что любой формат ограничений, который будет ограничивать население в передвижении, в реализации каких-то потребительских потребностей, ударит по экономике валютного блока и может быть даже вернет ее снова в состояние рецессии. Поэтому евро точно, друзья, сейчас на текущем этапе покупать не нужно. Вероятность ситуации изменится. И, например, через какое-то время мы получим убедительные факты для того, что имеющиеся на данный момент вакцины легко могут противостоять новому штамму. Или, например, многие страны все-таки не повторят судьбу Австрии, которая с прошлого понедельника вела 20-дневный карантин и, точнее, локдаун, который может быть продлен, если ситуация вот за вот эти две с небольшим неделей не улучшится. На данный момент европейская валюта котируется на отметке 1.1307. Я думаю, что хороший уровень для того, чтобы рисковать, как косрочно ставим на снижение к отметке 1.12. И уж тем более это пока что комфортный еще уровень, чтобы занимать какой-то средний, даже долгосрочный шорт с целями 1.11 или 1.10. В качестве резюме, друзья, слабая статистика, индекс настроения в еврозоне вчера, не такой объективный, конечно же, показатель, как ИФО, АИФО, либо ЗЮ, но все-таки настроение потребителей позволяет оценить как бы с другого ракурса. И восьмой месяц подряд снижение. В целом падение потребительских настроений опирается на те же самые факторы, которые вам были известны уже давно. Это проблемы с логистикой, с транспортировкой, рост инфляции, высокие цены на нефть и ухудшение ситуации с ковидом. Я думаю, что до конца года фон не улучшится, поэтому плохая статистика – вторая причина широтить европейскую валюту. Риск новых локдаунов, только что об этом отметил, и пока что сохраняющийся все-таки интерес к доллару как защитному инструменту. Ну и не стоит забывать еще один фактор принятия решения, почему евро может оказаться под дополнительным давлением. Это индекс рыночных настроений Кайман. Я рекомендую смотреть на него всегда, особенно по таким ликвидным валютным парам, как евро-доллар. И до сих пор большинство участников рынка, толпа считает, что евро уже достиг своих донных уровней. По другим инструментам, индекс доллара 96.06, я очень надеялся на то, что вчерашнее выступление Джерома Паула поможет нам принять решение, как действовать по доллару дальше. Но не свершилось. Какой-то реакции доллара на выступление Паула не последовало, только потому, что ничего интересного Паула не сказал. Но намекнул, что на заседании в декабре, 14-15 декабря, ФРС обдумает снова все параметры денежно-кредитной политики. И тем самым, таким комментарием он подвесил вот этот вопрос, что будет дальше. Поэтому, друзья, придется ждать уже 15 декабря заседания ФРС и его итоги. Поэтому до этого момента в индекс доллара снова лезть не рекомендуется. По рынку нефти 72.50 у нас расчет был на заседание ОПЕК, которые страны-участники аналитического пакта должны были взвесить сейчас общее состояние спроса и предложения, общее состояние экономики с учетом актуальных рисков, связанных с микроном. И выкатить уже решение, будут ли они продолжать наращивать добычу либо скорректировать уровень роста производства. Последние новости, друзья, то, что заседание ОПЕК отложено на неопределенное время, потому что страны-участники аналитического пакта, ведущие нефтедобывающие регионы, хотят получить больше вводных, больше информации об омикроне, посмотреть, как он влияет на экономики, как будут вводиться, в какой степени вот эти ограничения, и только после этого уже принимать решение. Поэтому по рынку нефти тоже, к сожалению, неопределенность сохраняется, а значит, лучше держаться подальше. Сегодня, кстати, еще выступление Павла в 17.00 по московскому времени. Оно, правда, даже по содержанию его программы, речь, которая по тезисам известна, вряд ли будет интереснее, чем вчерашняя. Но кто знает, друзья, обычно самые недооцениваемые события в итоге и провоцируют мощное движение. Как минимум сегодня будьте внимательны к рынку, к движениям, потому что они потенциально могут последовать. Золото 1790, пока что шорт остается в приоритете, индекс рыночных настроений, именно отсутствие интереса к золоту как защите, потому что на текущем этапе трейдеры делают больше акцент на доходность американских облигаций, на американские облигации. И, кстати, доходность трежери снизилась уже четвертый день подряд, и сейчас находится на отметке 1,48%. По спекулятивной позиции инвесторов за прошлую неделю число длинных позиций по золоту, по данным CFTC, Американской комиссии по торговле и товарным пьючерсам сократилось с 260 до 234 тысячи. Это тоже хоть о чем-то, но говорит. Трейдеры пока не готовы покупать золото. Индекс настроений Кайман также указывает на то, что локальные минимумы еще будут обновлены, и я допускаю, что эти минимумы находятся на отметке 1750-1760. Если фон изменится, друзья, я вам обязательно об этом расскажу. Ну а пока следим за этими активами и в другие инструменты не лезем. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!